ОАЗИС МЕДИЯ И ищущий он находит, но важно иметь открытые уши, выслушивать разные мнения и искать определенный мир в своем сердце. Сегодня я хочу попытаться разобрать вопрос, немножко непростой. И вот он вопрос. В книге Иова мы видим описание страданий праведника. А Бог не только не помогает, но и разрешает сатану издеваться над Иовом. Почему так? Ну, вопрос, конечно, непростой на самом деле. И я вам хочу сказать, что еврейский взгляд на эту ситуацию несколько расходится с общеперенятым христианским взглядом. И я попытаюсь его донести до вас. Я не могу сказать, что я вот сто процентов приверженец вот такого еврейского взгляда. И какой-то христианский момент мне чужд. Но я вам хочу показать эти две вещи. И вы уж там сами как бы почувствуете. Ну, конечно, я, наверное, больше склонен к еврейскому пониманию данной ситуации. Вы знаете, в язычестве всегда присутствовали разные божества. И одни божества были хорошими, и другие были плохими. И когда вера в бога Авраама перешла посредством благовестников еврейских в языческий мир, некоторые восприняли все более-менее в еврейском русском, некоторые адаптировали это под свои понимания. И сложилась так называемая картина дуалистического мира. И я лично слышал многих проповедников, достаточно известных проповедников, которые говорят примерно так. Вот бог, вот сатан, вот люди бога, силы бога, а вот люди сатаны и силы сатаны, и они борются друг с другом. Это дуализм, это чистый дуализм борьба добра и зла. Кто победит? Чью сторону ты выберешь? Ну, целый ряд вопросов, которые приходится решать в соответствии с этим. На самом деле такая картина кое-где видна под определенным углом даже в Новом Завете. Потому что Ишуа противопоставляет себя сатану, говорит, вот я видел сатана, падшего с небес, я видел то, я видел пятое, десятое. Но мы должны учитывать, что даже несмотря на то, что Новый Завет, это чисто еврейская книга, она была адресована к значительному количеству не только еврейских слушателей или читателей, но и нееврейских. И вот этот момент дуалистической культуры, который заложен в мозгах у бывшего язычника, это не так просто вещь искореняется. И поэтому иногда можно увидеть вот такие вот как бы дуалистические противостояния добра и зла в текстах Нового Завета и даже при некотором воззрении кое-где в Танахе. Но на самом деле этот взгляд не очень поддерживается еврейскими священными писаниями. И здесь я оговорюсь и скажу, я так вижу. Я так вижу. Ну, так я знаю много людей, кто видит, но в данном случае я представляю свое собственное мнение. И вот еврейский взгляд смотрит так. Творец, Господь, господствующий, всемогущий, он находится на престоле славы, и ни одно из сотворенных им существ не только не может сопротивляться, бороться или испытывать его, даже близко к нему подобраться не могут. Даже всемогущие, огромные силой наполненной духовной серафимы и щерувимы закрывают свои лица и стоят в трепете, и не говоря уже о других возможных творениях. Короче говоря, нигде в писаниях Бог не борется с дьяволом, но везде в писаниях он использует его или указывает ему, что делать. И в восточных, особенно в персидских тех странах, там вот этот образ сатана – это обвинитель или разведчик, который подсматривает за кем-то, может насолить, обвинить, и на самом деле писания как раз и выставляют ему такую характеристику – обвинитель братьев наших. Но он назначен на эту роль всемогущим творцом. Для чего? Чтобы испытывать своеобразный краш-тест. Для того, чтобы испытать человека, насколько в нем эти вещи – почитание Бога, следование за Творцом – не есть игра, или мне так удобно, или вот Бог меня благословляет, поэтому я иду за ним, а если нет, я пойду за кем-то другим. И вот именно эту картину мы видим, когда Бог испытывает сатаном Иова. И он посылает этого духа, чтобы он сделал обстоятельства вокруг Иова сложными. Кстати, многие исследователи священных писаний говорят, что книга Иова – это больше аллегория. Я не могу сказать, что вот у меня есть четкое мнение, возможно, что это не совсем история, а просто аллегория показать, как вещи двигаются в природе людей. Но если мы смотрим Писание, допустим, Лука 4 глава, история Иова повторяется буквально буква в букву, точка в точку с Ешуа, нашим Спасителем, совершенный Сын Божий, не Иов, не человек, которым есть, хоть он и праведник и все такое, но в нем все равно есть кривизны. Вот Ешуа. И Писание говорит, что после того, как он был погружен в воду Иоанном, Святой Дух повел его для краш-теста в испытание дьявола в пустыню. Подобные вещи мы видим в других местах Писания. Мы видим книгу Царств и книгу Паралипоминона, к примеру. В одной из них написано, и искушал Бог Давида, а в другой сказано, и Сатан искушал Давида. То есть, если эти два места соединить вместе, то Бог послал этого духа, чтобы он проверил, искусил Давида, надавил на какие-то точки, проверить, насколько Давид ищет лица Господнего или своего могущества, как новоиспеченный царь, который достиг какой-то позиции. Я вам могу дать еще несколько примеров, чтобы вы понимали, к чему я говорю. Допустим, Саул. Написано, и злой дух от Господа искушал Саула. Или написано еще в одном месте, когда Валаам, пророк, шел, подкупленный Балаком, чтобы проклясть народ Израиля. И там написано, ангел Господень стал и противостоял ему, не давал ему пройти. На иврите написано, ангел Господень месатен. Сатан – это от слова противопоставлять. Теперь я хочу сказать еще пару слов о сатане. Сатан – это образ собирательный. Это не какая-то личность с хвостом, рогами и прочее. Я не знаю там за бесов и бесят, но сатан в священных писаниях – это обычно собирательный образ разных духов, которые, подчеркиваю, подчиняются Господу Богу. И без того, чтобы Господь разрешил, они ничего не могут сделать. С другой стороны, писания предупреждают нас, что если мы не останавливаемся в грехе, то здесь мы можем продолжить. Мы открываемся перед этими злыхими духами, и Господь позволяет. И они атакуют, наполняют человека. Ну, не знаю, как там они работают. Я не специалист по одержимым в Индии и в Африке. Там вообще какие-то сверхвещи происходят. Я слышал про них. Я не знаю, как их прокомментировать. Но я сейчас говорю о среде, в которой мы живем. И вот это вещи, где сатан, он управляем. И Господь, Бог, повелевает ему испытывать каждого в свою меру. Кстати, на иврите слово «испытание» имеет в своем значении не только испытание, но и приобретать опыт. То есть, когда мы проходим какие-то испытания, когда мы проходим какие-то вещи по жизни, тогда мы становимся намного более опытными и можем противостоять вещам. Теперь, я продолжаю развивать как бы мысль. Не знаю, где я ее закончу. Но важно понимать такую вещь. Некоторые ситуации, в которые мы попадаем, да, Господь допускает их. И допускает искушение или атаку на нас. Ну, вы можете сказать, там, не искушает Бог злом. Я же не говорю, что он искушает злом, но он испытывает нас. И вот в ситуации, как он испытал Иова, или как он испытал Иешуа, или как он испытал царя Давида, Бог, когда испытывает, на самом деле мы здесь много чего сделать не можем. Единственное, что мы можем смиренно просить его, чтобы он отвел от нас искушение, эта часть молитвы Отче наш, и чтобы утвердил нас, укрепил в терпении, с благодарностью принимать. Но есть другая часть. Когда мы провоцируем через свой грех, и тогда Господь опять-таки, Он дает нам какое-то возмездие, или это природа, устроенная Творцом, дает нам возмездие. И здесь могут быть всякие демонические штуки, и здесь без того, чтобы мы покаялись, мы не можем освободиться. То есть, если в первом случае Господь дает нам проходить сложности, нам нужно просто, Господи, помоги нам пройти это. То в втором случае, если мы обличены, и мы понимаем, что из-за такого-то греха мы сделали какой-то проступок, вот здесь очень важно воспрять, сказать, Господи, прости, очисти кровь Машеха, жертва Машеха. Она искупает меня, сделать достойный плод, шаг покаяния, обращение от греха, и Господь освободит. Ну, так, по крайней мере, учат священные писания. Я сейчас не захожу в тему изгнания бесов и прочих вещей. Говорю сейчас о рутинной, обычной жизни, и как не быть в испытаниях напрасно. То есть, если мы грешим, нужно каяться. Если мы различаем, что Бог просто проводит нас через сложные обстоятельства, вырабатывая в нас веру, это совершенно другое. Здесь просто нужно смотреть на него, укрепляясь и утверждаясь в вере. Ну, вот как-то так. Я хотел сказать, если у вас по этому вопросу будут еще вопросы, то вы их присылайте, и, может быть, мы сделаем более развернутую программу, и уже там будут более детальные вопросы. Попробую рассказать. Я повторяюсь. В данном случае это было мое субъективное мнение. Желаю вам победы. Желаю вам стоять в праведности Господней. Если споткнулись и чувствуете, что действительно где-то бесы пробудились, покайтесь, и Святой Бог защитит вас. Если же Он вас проводит через какие-то обстоятельства, чтобы выявить слабины вашего характера или утвердить лучшее качество вашего характера, просите Его словами, которыми Ешо научил нас. Да не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого. Пусть мир Божий будет с вами. Шалом-шалом. Субтитры создавал DimaTorzok